Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Вы, наверное, подумаете, что я сижу где-то в кафе, возле моря, на качельке, а нет, я сижу в подъезде, в подъезде квартиры, вернее, на лестничной площадке квартиры, которая у нас сегодня на обзоре. Посмотрите, как они обустроили свою лестничную площадку. Даже не поленились, постелили вот такой вот искусственный газон, качеля, столы. Прекраснейший вид на море. На этаже, кстати, всего лишь две квартиры и два лифта. Каждая квартира газофицирована, наша квартира тоже с газом. И с этой стороны, посмотрите тоже, какая огромная площадка. Беговая дорожка, баскетбольное это сооружение. Я не знаю, как оно называется, там, велосипеды сюда поставили. Но самое главное вот это. Посмотрите, какие прекрасные виды открываются уже с лестничной площадки нашей квартиры. Ну а теперь пойдемте смотреть квартиру. Итак, зашли в квартиру, посмотрите, какая прихожая. Огромная такая, как целая комната, просторная, светлая прихожая. Здесь у нас стоит вот такой небольшой комодик, очень красивый. Бра, кстати, в коридоре везде, прихожая, коридор, везде у нас обои обклеены. И с этой стороны вот такой четырехдверный вместительный, даже пятидверный вместительный. Такой шкаф везде, куда можно будет складывать куртку, обувь, все необходимое. Открывать не буду, так как здесь личные вещи хозяев. Обратите внимание на этот потолок. Очень интересно тоже сделан потолок такой декоративный. И мы с вами с прихожей перешли в коридор. И первое помещение, это у нас гостевой туалет. Хозяева ее переделали как обувницу. Или гардеробная комната, не знаю как сказать. Далее проходим. И общий санузел. Здесь вот такой довольно просторный общий санузел. Шкафчик небольшой возле мойки. Под мойкой шкафчик. Хорошая мойка. И за дверью, посмотрите, какая большая душевая зона здесь у нас прячется. А, вот еще можно же открыть. Вот так вот. Очень хороший санузел, просторный. Далее проходим с вами. Далее первая комната. Это еще не... Это детская комната. Я аж растерялась от этих квадратур и всего. Посмотрите, какой красавчик у нас тут сидит. Испугался камеры, застеснялся. Так, это первая комната детская. Здесь вот такой вот шкаф поставили. Не знаю, останется, не останется. Но на данный момент вот такой шкаф стоит. Что мне нравится. С этой комнаты имеется выход на балкон. А это целая постирочная комната. Не просто балкон, а постирочная комната, я бы сказала. Он застеклен. Джамп остекления. И посмотрите на эти виды за окном. Прекраснейшие виды на дорогу, на горы и на город Мельсин. Очень красиво. Далее, пожарный выход у нас находится здесь. Как вы видите, хозяйка полностью ее использует как постирочную комнату. Стиралка, шкафчики для хранения. Видимо, полотенце постельное, я не знаю. И сушилка тоже находится здесь. Смотрим вторую комнату. Это уже у нас родительская спальня. Здесь, посмотрите, большая кровать стоит. С этой стороны тоже огромнейший шкаф такой. Он не встроенный. Тоже видно, что покупали и вот так вот вставили. Очень большой шкаф установили. Но, тем не менее, много пространства здесь свободно передвигаться осталось. Имеется окно на северную сторону. И смотрите еще. Со спальней имеется вот такой закуточек. Это как гардеробная комната. Здесь уже встроенный шкаф четырехдверный такой есть. И также свой родительский санузел. Здесь санузел чуть-чуть поменьше. Но, тем не менее, душевая... Есть кошка бедная спряталась. Душевая зона, инсталляция, мойка и турецкий хамам в своей квартире. Личный турецкий хамам, как говорится. Будете париться и жить как хюре. Смотрим далее. Переходим далее. Мы с вами идем по коридоре. И у нас уже последняя комната. Это уже третья спальня. Также детская комната. Тоже не скажу, что супер большая комната. Но, тем не менее, посмотрите. Здесь комната оборудована на одного ребенка. Вполне, мне кажется, все есть. Рабочая зона есть, шкаф есть, кондиционер есть, кровать. И вот такое панорамное окно в пол с французским балкончиком. И при том, я бы сказала, хороший балкончик, куда можно выходить спокойно. За балконом вид на город Мерсин. На центр. Смотрим далее. Итак, далее переходим с вами на кухню. В данном объекте у нас квартира с отдельной кухней. И она очень большая. Посмотрите, какой кухонный гарнитур здесь P-образной формы. Очень много места, я думаю. Любая хозяйка захотела бы себе такой кухонный гарнитур. Фасады белые. Фартук белый. И черная столешница. Шкафчики открывать не буду, так как здесь личные вещи хозяев. Но, как вы видите, очень много шкафчиков, много места для хранения. Имеется окно над мойкой с прекрасным видом на горы и на город. Также здесь у нас прячется двухконтурный котел для подачи газа и горячей воды. Мне очень нравится вот этот островок, такой обеденная зона. Можно будет с этой стороны, с этой стороны по два стула поставить и спокойно сидеть, завтракать, обедать. Но если у вас семья большая, тогда смотрите, сколько еще здесь места. Очень красиво, очень стильно хозяева обставили свою квартиру. Мне очень нравится. Посмотрите, два кресла. Пуфик, куда можно ноги закинуть. Дальше зона ТВ напротив. И с кухней у нас имеется выход на закрытый балкон вот с таким стеклянным перегородком. То есть вы можете или закрыться, или же вот так все в одну сторону собрать, и у вас еще больше пространства открывается. В этой зоне хозяева поставили столы, диваны, стулья. Я так думаю, у них очень много друзей или же родственников, которые собираются здесь устраивать себе посиделки. Джам-остекление за окном. Конечно же, прекрасный вид на море открывается. Под балконом, под окнами у нас лимонный сад красивейший. Дальше вид на город и на море. С кухни мы с вами переходим теперь в гостиную. Отдельная гостиная, напоминаю. Хочу показать вам эти двери. Посмотрите, белые лаконичные двери. Смотрите, вот такие вот. Очень красивые. И плюс очень красивое обрамление дверей. Наконец-то я выговорила. Так, гостиная отдельная, очень просторная гостиная. Посмотрите, сколько всего здесь тоже мебели поставили. Два дивана, два кресла, журнальный столик. Хороший такой массивный комод и не менее массивный, не менее большой, я бы сказала, телевизор. Дальше здесь тоже большой стол со стульями. И дальше еще какой-то комодик стоит, там антресоль, я не знаю. И тем не менее, посмотрите, сколько еще здесь места. В гостиной имеется панорамное окно, также с видом на город и на Средиземное море. Не удивляйтесь, почему на всех окнах сетка стоит, потому что в доме есть кошка, и как защита для кошки во всех окнах, конечно, они это все установили. Вот такая вот квартира 4 плюс 1 у нас с вами сегодня на обзоре. То есть три спальни, отдельная большая гостиная и отдельно большая кухня с еще столовой зоной. Квартира находится у нас в районе Ак-Денис. Комплекс состоит из двух блоков. Наша квартира находится на 18 этаже, то есть это последний этаж. Комплекс с бассейном, с очень красивой и очень зеленой территорией. До моря, я думаю, примерно 1,5-2 километра будет. Квартира с прекраснейшими видами на море, которые не перекроются. Помимо этого, что касаемо внешней инфраструктуры, очень богатая внешняя инфраструктура, так как школы, сады, лицеи, магазины, рынок, маркеты. Все, конечно же, и общественный транспорт, все в пешей доступности. Что касаемо внутри квартиры, квартира продается без мебели, без техники. По состоянию квартиры, все, что я, по крайней мере, пока мы ходили, смотрели, единственное, что я увидела, что в коридоре я бы, конечно, заменила плинтуса. Они, видно, что чуть-чуть разбухли местами. А в целом, везде ламинат целый, аккуратный, чистый, плинтуса в комнатах аккуратные, чистые. В детской комнате нужно будет побелить стены, так как там живет ребенок, и стены местами запачканы. В целом, все хорошо, все идеально, кухонный гарнитур в идеальнейшем состоянии, санузлы тем более. Так что, очень мне понравилась квартира, я думаю, вам тоже она очень даже понравится. Тем более, если у вас большая семья, двое, трое детей, я думаю, эта квартира как раз для вас. Если у вас остались вопросы по данной квартире, пишите нам по указанным номерам, всем с удовольствием ответим. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!